Добрый день, я йога-инструктор, я преподаю обычную хатха-йогу, у меня есть система для спины, не буду говорить, что она авторская, но скажу, что она банальная, но не все почему-то ей пользуются. И также я преподаю флай-йогу, это йога на полотнах, на гамаках, довольно интересная система, которая мне очень нравится на самом деле, и клиенты иногда даже в восторге больше от нее, нежели от обычной йоги. Зачем заниматься йогой и как влиять на жизнь? Могу сказать, что кроме обычных маркетинговых фраз, что йога это инструмент познания себя, развития, это все очень сложные фразы, которые вот к реальности, вот к этому дивану, к тому, что есть вокруг, не имеют вообще отношения, это нельзя пощупать, потрогать. Когда начинаешь заниматься йогой, прежде всего начинаешь чувствовать тело, и начинаешь с собой вообще знакомиться, что ты за человек. И потом ты понимаешь, что тебе немножко лучше после тренировки. Начинаешь систематически ходить, и тебе все лучше и лучше, и вот уже какая-то осознанность, какое-то развитие. То есть йога, что такое по сути, это дисциплина тела, ума, души, там есть разные всякие тела, и вот именно эта дисциплина, какая-то некая система дисциплинирует тебя и знакомит с собой. А дальше уже можно выкрутить куда угодно в развитие, в осознанность, в какие-то получения своих возможностей, реализацию мечты и так далее. Подытожим. Йога это инструмент. Как инструктор я на своих уроках не даю никаких сложных поз, но это не значит, что я не учусь им сама. Мне очень интересно, куда я могу зайти дальше, мне интересно экспериментировать со своим телом, поэтому в плане тела я поставила задачу освоить сложные асаны, которые, ну вот что-то типа стойки на голове, и масса других названий, которые сейчас произносить нет смысла, но они довольно изощренные, скажем так. Вот, я действительно хочу их освоить, и это гибкость. Гибкость и раскрытие тазобедренных суставов, это мой, скажем так, битый пиксель, выражаясь маркетинговым языком. Это то, что дается мне очень с трудом, поэтому это вот моя проработка на 18-й год. Препятствия, которые помогли мне преодолеть йога, были довольно значительны. В какой-то момент я оказалась в очень сложной жизненной ситуации в другом городе, который был мне совсем неприятен без каких-то людей вокруг, которые могли бы помочь мне это пережить. И мне было довольно одиноко, я не понимала вообще, куда моя жизнь катится, не было ни работы какой-то, которой мне бы хотелось заниматься, ничего вокруг. Даже оперного театра под рукой не было. Вот, и тогда мне очень понравилась внутренняя опора, потому что меня расшатывала из стороны в сторону. И тогда я вспомнила про йогу, тогда я ее еще не очень любила. И вот с этого момента, вспомнив о том, что она есть, я занималась на кафеле дома в ванной, на полотенце, обычным банном, оно жутко скользило, конечно, но мне было на тот момент все равно. И вот так я преодолела эти события. Спасибо. Последний вопрос задам. Какая для вас самая полезная часть преподавания йоги для себя? Что вы находите в преподавании? Самая полезная часть преподавания для меня – это общение с людьми. Да, я их чему-то учу, мы разбираем физику, но на самом деле я всегда стараюсь за упражнениями видеть человека. Ведь человек на коврике – это совокупность эмоций, проблем, с которыми он ко мне сегодня пришел, с тем, что у него там в жизни было до, его профессия. Вот это все – это человек. И поэтому пользу для себя я вижу в том, чтобы узнать человека, понять его и увидеть, как он меняется. Возможно, растет вместе со мной. Просто понять человеческую природу, заглянуть в глаза. Спасибо. Спасибо.